Беженцы с Украины хлынули в Россию. От ужаса гражданской войны с Украины бегут люди. Они хотят сохранить жизни своих детей и поэтому ищут защиту на территории нашей страны. В эфире программа «Лицом к лицу». С вами Кристина Песоцкая. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о мигрантах с Украины. Какова статистика? Как получить гражданство? И в этом нам поможет Соколова Татьяна Юрьевна, начальник Межрайонного отдела Управления Федеральной Миграционной Службы Российской Федерации по Владимирской области в городе Мурме. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, правда ли, что в последнее время число людей, приехавших с Украины в наш город, увеличилось? Да. Количество иностранных граждан, прибывших с территории Украины, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось. Из 815 иностранных граждан, прибывших на территорию России за истекший период 2014 года, граждане Украины составляют 132 человека. В прошлом году за такой же период их было 90. Татьяна Юрьевна, а каким образом законить проживание беженцам? Граждане Украины, по соглашению, могут находиться до 90 суток на территории России без регистрации. Но мы им советуем все-таки узаконить свое проживание и встать на миграционный учет. Так как в дальнейшем, если они захотят оформлять патенты, либо захотят оформлять разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство, им в любом случае потребуется сначала встать на миграционный учет. И чтобы не было так, что по истечении этих 90 суток, на которые они могли находиться на территории России без миграционного учета, если они не обратились, они приходят, срок заканчивается, мы уже в этом случае им ничем не сможем помочь. Поэтому желательно, что когда они въехали, сразу на миграционный учет вставать в начале срока. Татьяна Юрьевна, а что нужно для того, чтобы поставить иностранного гражданина на миграционный учет? Для того, чтобы поставить иностранного гражданина на миграционный учет, необходимо к нам обратиться даже не самому иностранному гражданину, а принимающей стране, то есть тому, у кого будем регистрировать этого иностранного гражданина. То есть принимающая страна обращается к нам с паспортом, со своим в первую очередь, чтобы установить личность и паспорт, и миграционная карта иностранного гражданина. Продолжение следует...